Арбат. Арбатка. Въехали в Веническ. Повернули направо. Арбатка. Везде все сухо. Арбатская стрелка. Едем на горячий источник. Дорогие друзья, мы приехали на Арбатскую стрелку. Сегодня наш видеорепортаж. Нас встречает такая прелестная собачка. Мы ее чуть-чуть подкормили. Ждет сезон. Приехали на Арбатку. Здесь ветер, холодно. Сейчас мы напротив рынка. Мы приехали искупаться в горячем источнике. Сейчас пойдем и море вам покажем. Все готовятся к сезону. Здесь кроме строителей никого нет. И понятно, что на горячий источник люди приезжают и купаются. Сейчас идем на горячий источник. А потом будет время. Мы еще проедем и на это соленое озеро. Мы часто туда ездим. В прошлом году мы сюда приезжали. Снег лежал. Сейчас мы ехали и видели везде сухие озера. Потому что понятно, что снега было мало. Проходим мы на бесплатный источник. Вот здесь видите это здание. И здесь бесплатный источник. Конечно, здесь поставили и написано, что сбор за коммунальные услуги. Далее это я показываю, что рядом у нас здесь есть. Идем дальше. Дальше море. Это наши паломники. Ну понятно, все берем с собой. Мы же рождены в СССР. Мы знаем, у нас должны быть и теплые вещи. Не, ну напротив тоже паломники. Ой, Анжел. Напротив тоже паломники. Идем на горячий источник. Поэтому надо обязательно потом укутаться после него. Девятое марта будем купаться. Не, ну в прошлом году мы восьмого марта купались. Классно было? Да. Было классно. На этом наш папа. Скажи пару слов по Кейдем. Все нормально. Все окей? Да, пришлось шапки одеть. Ветер дует. Вот заходим. А там заходим, подходим, подходим уже к источнику. Собак. Привет, собак. Привет. О, ну не было. Ой, ой, ой. Все, 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 все. Ушла. Ушла. Еще одна. Тоже. Ах, пришли. А там? А там? Сейчас я ближе пиду. Но вода тепла. Все класс. Вон, водичка с трубы. Там льется с трубой переливом вода. Избыток воды. Она горячая. Народ сидит возле трубы поближе. Все греются. Так он. Ой, классно. Запах серого водорода. Вот так. Так, сейчас глянем. В прошлом году было намного меньше людей. В этом году теплее. Вода переливом. Она в начале, этот перелив, избыток, идет с той трубой в это озеро. И дальше здесь стоит, здесь стоит труба для перелива. И переливом пошло во второй озеро. Вот этот переливчик, скажем, это не перелив, а переливчик. С первого озера пошел во второй. И здесь летом те, кто не любят горячую воду, они приходят и плещутся здесь. А дальше уже вот это озеро переходит в перелив туда поближе к морю. А там есть еще один переливчик, видите, ближе к морю. Там еще есть один. Те, которые не любят вообще горячую, иногда сидят там. В этом году водички мало, поэтому видно, что даже это озеро не очень-то такое вот глубоководное. То есть мелкое. Оно и так по колено, здесь по колено еще. Вот и за зиму, здесь вот это желтое, по всей видимости, это серо, да, оседает. Ну, пойдем и мы искупаемся, наберемся здоровья, надеюсь. И на море теперь идем, проведаем. Посмотрим, как живет море. Там источник наш вдалеке остался. В источнике, забыла вам сказать, мальчикам до 14 не рекомендуют купаться. Почему? Потому что этот источник богатый радоном. Поэтому во время гормонального развития деткам, особенно мальчикам, до 14 не рекомендуют врачи. Купаться в этом источнике. Привет, море в этом году! Наконец-то! Сегодня 9 марта 2020. Мы попали на Азовское море. Открываем сезон. Ну, начали, конечно, мы, понятно, с горячего источника, потому что там можно купаться. Вот такое вот сегодня Азовское море. Ветер с моря дул. Подойдем сейчас ближе, скажем ему привет. Дорогие мои друзья, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Всем пока-пока! Счастливо оставаться! Счастливо, ольired. ... Продолжение следует... ... ...